Биржа BingX Шулера. Игра в наперске, знаете, там Шулер сидит. Объясняю почему. Вот крипто этот, копитрейдер, опенхеймер. Видите, третий сверху, опенхеймер. Все, его не стало. Ну, возможно, он удалился сам, но из истории подписок он тоже исчез. Это раз. Потом. В истории сделок. Тони Бланка, Джон Пауэлл. Он тоже исчез. В поиске по всем трейдерам, естественно, его нет. Набираешь опен, все, уже можно даже не продолжать. Уже ничего не находится. То есть вы понимаете, вас, вот вы ночью спали, утром проснулись. И вас даже, да, более того, не уведомили никакими уведомлениями, что опенхеймер почти в бозе. Понимаете? Это пиздец, товарищи. Эти биржи, это, сука, какие-то издевательства, нахуй, над пиздюками. Ну, над пиздюками, да, а над кем еще? Ну, в моих трейдерах, естественно, его не стало, потому что он удалился совсем. А почему уведомление не прислать? То, что он удалился с вот такими-то результатами. И из истории потерли. Это как надо, блять, охуеть, а? Бинхекс, почему вы такие? Вы покрываете, вы покрываете своих копитрейдеров. Получается, копитрейдерам быть выгоднее, чем копировщикам. Наверное, я так и сделаю. Какие-нибудь высоковолатильные инструменты открою. Зайду на один цент в разные стороны. Тут аккаунт, который выстрелит. Я его предложу для копитрейдинга. А что? С убытка юзеров вы убыток не получаете, а получаете только с прибыли. По теории вероятности, вы... 55% вероятности ваша прибыль будет. Всем пока. Я вот не знаю, что теперь с этим бинхексом делать. Раз он вот так нечестно играет. Ай... Не осталось других бирж, в которых удобные копитры. Ну, он нигде неудобный. Остается байбит только. Байбит там более-менее... Ну, может быть, они еще и не удалялись. Те, на которых я был подписан, а просто меня вышибало по стоп-лоссу. Может быть, если они удалятся, тоже там... Вся история похерец. Но бинхекс не... Бинхекс, ну его нахуй.